Сегодня, на самом деле, прислала вопрос моя слушательница, и мне кажется, что такой очень живой вопрос, он очень часто вообще звучит в разных формах, но эта проблематика, она звучит достаточно часто. Мы с мужчиной не можем разговаривать на тему наших отношений, нужно решить важные вопросы, но ни один из нас не может взять смелость начать этот разговор. Если вдруг разговор начинаю я, то мужчина замыкается мой, и дальше разговор не идет. Подскажите, как научиться разговаривать со своим партнером, если и я не могу с ним начать разговор, да и он не очень-то хочет? Я попробую вам немножко рассказать о том вообще, с чем связана такая несостыковка, с чем связана такая дисгармония, и действительно умение говорить, умение обсуждать – это очень важная способность, которая позволяет людям в первую очередь друг с другом оставаться искренними. Если мы боимся что-то говорить, если мы отказываемся говорить открыто, то есть если мы не умеем озвучивать то, что для нас является важным, то вероятность того, что у нас будут полноценные отношения, она снижается. Полноценные означает полные ценности. Почему? Потому что, скорее всего, даже если у нас самый замечательный партнер, даже если у нас самые замечательные отношения – это два разных человека. Соответственно, в чем-то они, раз они полюбили друг друга, в чем-то они схожи, но в чем-то эти люди будут отличаться. Если бы они были абсолютно одинаковыми, это были бы клоны. Соответственно, у них есть определенные темы, определенные сферы, определенные ситуации, на которые они смотрят по-разному. И если один из партнеров всегда согласен с тем, что делает другой, то это не означает, что это идеальное отношение. Это означает, что либо в паре есть такое абсолютное слияние, когда есть только мы, и когда один из партнеров полностью растворился в другом, это скорее всего. Либо один из партнеров настолько боится быть отвергнутым, что, в общем-то, на все соглашается, что, впрочем, очень близко к первому варианту. И получается, что отношения в паре на самом деле, они как бы на первый взгляд вроде бы все гармонично, но внутри будет огромный объем невыраженной ярости и недовольства. А почему? Потому что даже если на сознательном уровне человек соглашается, внутри него-то есть его собственные потребности, его собственные желания, его собственные интересы. Получается, что он все время это игнорирует, это никуда не девается, и в какой-то момент это будет бить. Почему это будет бить? Это может бить, например, по сексуальной сфере, когда пропадает либидо. Это может бить по финансовой сфере, когда, например, бессознательно человек не стремится больше зарабатывать, не стремится больше приносить в эту семью. Это может вылиться в то, что возникают какие-то любовные треугольники на стороне. А почему? Потому что в семье я ничего не могу отстоять, в семье я не могу сделать так, как я хочу, и в итоге разрушается контакт, и тогда что мне делать? Тогда мне нужно что-то придумать. Мне нужно либо перейти в новые отношения, либо как бы расщепиться. То есть одну часть свою оставить в семье, вторая часть где-то вовне у меня там. Где-то есть кто-то, кто со мной считается, где-то есть кто-то, кто меня слушает, кто мной восхищается и т.д. и т.п. Ну, на самом деле, поэтому ваш вопрос, он очень актуален. Что нужно делать? Наверное, здесь важно понять, какой момент подобрать для того, чтобы поговорить. Это должен быть такой момент, когда и вы, и ваш партнер находятся в ресурсе, и это должен быть такой момент, когда вы, например, не находитесь в каком-то жёстком противостоянии, из-за чего-то там ругались. Это не момент, когда у вас, например, где-то есть конфликты, и вы на кого-то сильно злитесь, а тут до кучи ещё. Дома что-то не так, чтобы не получилось так, что вы, принеся откуда-то объём вот какого-то раздражения, вылили это всё внутри семьи, и разговора тогда не получится. Второй важный момент. Если вы хотите, чтобы разговор состоялся, важно не напугать своего партнёра. То есть важно в первую очередь донести до него, что вы этот разговор ведёте не как мама с провинившимся сыном, не как отец с провинившимся дочерью, а как два взрослых человека, и что для вас важно, чтобы и другому человеку было хорошо. История, когда мы говорим «нам надо с тобой поговорить» или «мне надо с тобой поговорить», она уже может включать у человека жуткое внутреннее сопротивление, потому что он как будто его переносится в своё детство, где его вызывала заучи или школьная учительница, или мама после двойки. Конечно же, он от таких разговоров будет убегать. И здесь заход может быть очень плавный. Например, вам нужно поговорить, например, на тему бюджета. Да, тема вроде бы такая, острая, тема непростая, в достаточной степени заряженная. И понятно, что вы можете руки в боки встречать его после работы, а можно это сделать тогда, когда у вас хорошее настроение, когда вы, например, планируете приятные какие-то совместные задачи. И в этот момент сказать «слушай, у меня есть несколько вопросов, давай мы с тобой вместе обсудим, придём к какому-нибудь там компромиссу». Мне вот прямо надо с тобой вот этот вопрос обсудить, потому что у меня есть некая тревога, у меня есть некое переживание, и я очень хочу эту тему прояснить. «Давай поговорим». И вот здесь как будто бы вы не заведомо на него нападаете, имея кучу претензий и упрёков, а вы говорите про свои чувства, скажите «слушай, у меня есть некая тревога, я чуть-чуть об этом всё время думаю, значит, навязчивость у меня проявляется в этой теме». Давай обсудим, потому что нужно внести ясность вот в такой-то такой-то вопрос. Например, это вопрос отпуска, каким образом там собираются деньги на отпуск, или это вопрос каких-то подарков, которые делаются членам семьи, или это вопрос денег, связанных, например, с алиментами ребёнку от предыдущего брака. То есть вот эти открытые понимания, давай обсудим, давай посмотрим, как ты считаешь, таким образом вы как бы демонстрируете партнёру, что он может вам доверять. И вот если человек говорит, вот в первую очередь, когда человек начинает там что-то говорить, в таком разговоре, нам очень важно всё-таки попытаться его услышать. Особенность сложных разговоров заключается в том, что очень часто из диалога, который мог бы быть между людьми, он превращается в череду монологов. То есть когда партнёр говорит только свою позицию, но совершенно не готов слышать другую позицию. Вот это заведомо уже будет говорить о том, что ваши разговоры, они не приведут к хорошему результату. Поэтому вероятность, что у такого разговора будет какой-то плюс, какая-то польза, низкая. Поэтому, когда вы проговариваете какую-то важную для вас задачу, и вам партнёр отвечает, вам важно на секундочку представить, а что сейчас мой партнёр чувствует, а какая у моего партнёра сейчас есть потребность, а какой у моего партнёра, может быть, есть страх? И то же самое потом переместится. А какая цель у меня? А какая потребность у меня? А какой есть, может быть, страх у меня? И третье, на что нужно посмотреть, а вообще то, что происходит между нами, то, о чём мы говорим. А. Этот вопрос действительно настолько важный. Б. Приходим ли мы к какому-то общему знаменателю, либо каждый из нас абсолютно не готов идти ни на какую компромиссную историю. Иногда бывает так, что вы после того, как вы поговорили, вы можете даже договориться, что вот мы после того, как мы обсуждаем какую-то сложную тему, а давай-ка мы проставим друг другу оценки. Например, ты мне проставляешь, а я проставляю тебе. По каким критериям? Ну, например, критерий держать себя в руках. То есть эмоциональной стабильности. То есть несмотря ни на что, ты держала себя в руках там по пятибалльной шкале на четвёрку. Ну, это суперрезультат, учитывая, что в прошлый раз я там на два с половиной себя держала в руках. А ты, например, держал себя в руках на три с половиной балла. Следующий критерий – критерий честности, искренности. У меня ощущение, что ты был искренен и честен на четыре балла. А у меня ощущение, что ты не была искренней. Ты прослушала подкаст, ты знаешь, как говорить, но при этом, например, ты не могла там сказать открыто. Ну, я думаю, что у тебя там три с минусом. Окей, окей, хорошо. Критерий эмоциональности, критерий искренности. Третий критерий – это критерий реалистичности. Насколько то, что предлагается, насколько то, что действительно обсуждается, то, что ты предлагаешь, это, например, действительно соответствует тому, что есть на самом деле. Насколько это факты или все-таки это некие интерпретации. Критерии могут быть очень разные. Критерии вы тоже можете между собой обсудить. Но что интересно, что когда по таким критериям вы понимаете, по каким критериям ваш разговор будет потом оцениваться, то есть как бы каждый партнер, он понимает это и старается вести диалог. Например, критерий обрыва, перебивания, обрыва другого человека, перевод темы, отказ идти дальше, отказ от коммуникации. Это тоже интересный критерий. Да и вы можете всегда включать, можете не включать. Опять же, если партнер перебивает, прерывает коммуникацию и как будто бы выходит из контакта, с одной стороны, мы можем с вами говорить, что у него уклоняющееся поведение, что на самом деле у него расстройство личности и вообще он не хочет с нами разговаривать, потому что он нестабильный. Но с другой стороны, мы тоже должны задуматься, а может быть такое, что если мы начали диалог и у нас есть какая-то идея, и мы хотим до партнера это донести, если мы сталкиваемся с тем, что партнер, а, на данный момент имеет другое мнение, б, у него есть какие-то другие аргументы, с, он просто не готов это в данный момент принять в силу разных других обстоятельств, мы отказываемся это видеть, мы отказываемся, мы начинаем вновь и вновь и вновь говорить одно и то же для того, чтобы проломить этот разговор под себя. Тогда единственным способом для того, чтобы завершить этот разговор, тогда это будет способ прерывания и сбегания. И в таком случае, если когда мы начинаем разговаривать, мы отказываемся видеть реальность, и мы хотим, чтобы другой человек полностью принял нашу точку зрения, и вообще ни в коем случае он не повлияет ни аргументами, вот я уже знаю сценарий, какой разговор должен быть, к чему я должна прийти, и какой должен быть мой результат. И мне абсолютно все равно, что думает по этому поводу мой партнер, какая у него цель в этом разговоре, к какому результату он хотел бы прийти. Я об этом не думаю. Если тот сценарий, который я себе прорисовала в своих фантазиях, не реализуется, то я испытываю гнев, ярость, раздражение, и вновь и вновь пытаюсь заставить моего партнера все-таки дать мне тот результат, который я хочу услышать. Конечно же, это не про диалог. Конечно же, это не про грамотное речевое взаимодействие. Конечно же, это про то, как через некоторое время такие люди, конечно же, не будут хотеть друг с другом разговаривать. Как минимум, партнер, который постоянно попадает под такое давление, он даже не захочет начинать такой разговор, потому что для него единственной возможной стратегией станет избегание таких разговоров, потому что, ну как бы, а что противопоставить, меня же все равно не услышат. Поэтому для того, чтобы разговоры такие люди были готовы вести, нужно, во-первых, сформировать пространство безопасности, подобрать правильный момент, во-вторых, уметь говорить о своих чувствах без немедленных упреков и немедленных атак партнера, в-третьих, уметь смотреть на этот разговор с разных фокусов, моя цель, его цель, наша общая цель, мой интерес, его интерес, наш общий интерес. Уметь проявлять вообще эмпатию и в то же время слышать то, что говорит другой человек и принять как данность, что у него может быть другое мнение, другой подход, и при этом это не означает, что он плохой, это не означает, что он меня не любит. И, наверное, и следующий пункт, это быть готовым к тому, что настоящий, подлинный, искренний разговор может быть творческим, поэтому могут быть какие-то другие сценарии, нежели мы продумали изначально. Ну и, конечно, попробуйте, может быть, не говоря партнеру, хотя бы самого себя поначалу оценить, насколько я говорила искренне, насколько я аккуратно была и уважала границы свои и чужие, насколько я способна была открыто сказать то, что мне надо. Вы даже можете сначала себя просто вот так вот по критериям оценить для того, чтобы улучшить свои какие-то поведенческие стратегии, а дальше, может быть, вы вынесете вот эти стратегии и внесете какие-то собственные критерии, и вы будете, разговаривая о сложных, каких-то, может быть, вопросах, потом оценивать, насколько вы конструктивны были. И, конечно же, о сложных вопросах лучше говорить не в спальне, лучше всего выйти на улицу и в прогулке это обсуждать. Если человек склонен убегать, тогда, конечно, лучше это сделать где-нибудь за столом, сидя, когда человек расслабляется, сидит, у него сниженное напряжение, но лучше это делать не в спальне.